всем привет сегодня у нас будет очередной обзор на героя 1212 это будет и я это последний герой которого я докачал на 12 скиллс доступных она у нас вот такой вот сборочки будет герой старенький на начальных аккаунтах довольно часто раньше использовался до введения там новых имп которые у нас с каждой обновы но скажу честно говоря тоже понравилось очень на 12 скилле давайте посмотрим изначально что на десятом у нас было вот она фея 280 процентов и снимала эффекты у трех случайных противников то есть например это был у вас череп фея с него снимает умение то есть его блокировку входящего урона и усиление также лечит 280 процентов от атаки снимает дебафы с 3 случайных союзников откат 5 5 секунд также самое скажем так изюминка интерес у него встроенный разброс 5 на время когда этот герой вышел это был очень топовый герой его очень часто использовали на битве гильдии потому что очень сложно было убивать черепов на 11 скилле у нас получается плюс 20 процентов урона уже не 3 а 4 цели куда он 5 секунд то есть уменьшается куда он увеличивается отхил ну и также отхил четырем ну и на пятом у нас только добавляется 30 процентов урона герой дальник то есть в этом скажем так плюс так по жизни как видите жизни у него не очень много у нас там за счет урон просветов больше жизни чем основа урон вот такой вот у нас стоит стоять будет 5 бастион думал было сбывашка она прокачана он бывает честно говоря не особо заходит потому что жизни маловато с бастом самое то будет стоять ангел для отхила дополнительного и чтобы его быстро не убивали рунами сейчас будет стоять ремочка чтобы сразу посмотреть какой у него топор передачи энергии у него стоит ну снаряжение я ее не собирал особо я ее не пользуюсь так ну что поехали потестим сначала и в рейдах самое главное найти базу без стрелка вот мы нашли так первую ульту пропустили но кого-то там она почти минус 0 и сейчас посмотрим на урон по талантикам ей ставят бог войны бастион некоторые ставят берс 519 тысяч критом то есть средний урон где-то 250 у нее обычный проскакивает ну считаю это довольно таки неплохо воодушевление рунами конечно и лучше зайдет пока с ремочкой посмотрим где-то она должна прилететь ну как-то так для данного героя в принципе неплохо сейчас я башню будут получше заряжать 364 тысячи вот она бьет аресика и просто его злила благодаря тому что у нее разброс смотрите что она делает так ну анубис сейчас должен нас тут хранителя снесли как видите она также снимает не снимает а ну-ка сейчас посмотрим до снимает от анубиса эффект понижение он опять же налаживает вот он наложил вот этот мечик это его скилл понижение она снимает его к держится попробуем ее поюзать на битве гильдий так а ну-ка череп так надеюсь она не сольется посмотреть как она снимает скилл из черепа чтобы вы понимали о чем речь так еще чуть-чуть сейчас череп где-то должен включиться живи 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 вот череп включил свое имение вот она его снял то есть если мы сейчас выпустим героев видите череп беззащитный то есть в этом плюс увеличилась не уже не три цели уже 4 ну как видите герой неплохо дамажит вроде вроде и можно ее списать уже никому она не нужна но мне понравилось до герой простенький там никаких у нее особо имбовых умений нету но я этого хватает если у вас тем более начальный аккаунт можете смело ее качать на десятку так смотрим ну так половину база на минус ну вот так вот давайте еще вроде потестим если брать там сравнивать ее с последними героями конечно она им уступает и нету вместо в основе но если у вас начальный аккаунт либо нет всех недостающих героев то можно смело ее качать реально очень поможет в многих ситуациях на битве деле основное использование так опять этот же давайте кого-то другого посмотрим противник в сети вот так бывает так что тут у нас интересного стрелок не хочу на базу со стрелком нападать так выражая есть ну давайте посмотрим разброс у нее действует только с руки то есть как и у всех героев через скил это только удар непосредственно будет отнимать энергию 5 бета 25 но этого принципе хватает да конечно если бы еще стояла воодушевление сейчас мы поставим воодушевление рунами видите разницу с думаю на нас уже будут нападать в зону зайдем ну четыре клетки до арасик сейчас нас заблочит и они сейчас нас просто сольют поможет и не сольют все-таки сольют а теперь давайте почему многие ставили берс чтобы она быстро заряжалась но сейчас есть поинтереснее ровно это родное воодушевление и очень большой плюс когда герой встанет стоит он заряжается только выходит со стороны он опять бьет так стрелка у нас нету стрелка нету зайдем со стороны давайте со стороны черепа где-то здесь высадимся видите да набор она сейчас раз уже набрала ударила 300 тысяч по хранителю приходит я скажу вам это немало 190 вот она сейчас опять видите опять ульта в этом очень большой плюс конечно рину она не убьет это нереально но вы видите что она делает с героями ну тут я конечно сейчас заколотят в пачке будет довольно таки неплохо смотреться я потестирую так что тут у нас можем тут посмотреть на уроне стрелка нету выпускаем кого-то там вообще заманшотила сразу у нас получается гулдаун 5 секунд это неплохо 397 по хранителю по чарам лучше все-таки ставите атакующего плана или победный выпад или передачу энергии доспех смысла есть ставить нету хотя если у вас будет цель разломать забор она летающая можно и доспех поставить со звездами лучше всего крит удар чтобы побольше было крита ну так вот сломали базу так тут у нас есть стрелок вот вроде там неплохая расстановочка смотрим пока мы долетаем мы уже заряжены полностью вот удар половину жизни отняли опять удар сейчас будет опять ульта как видите против встанущих башен очень эффективно использовать воодушевление рунами именно в таких героев мы там набрали 12 процентов всего уже половину героев слили в этом очень большой плюс вот вся базов фактически зачистил на злобный ронин посмотрите сколько мы встанет ронин без эволюции видимо не на урон собран сплошной стан сразу ронину прилетела ульта есть смысл если у вас опять же нету героев использовать ее в крыло снесли у нас остался один ронин уронина это ли мы сольем хотя смотрите бьет по чуть-чуть ну ронин разогнался что-то очень дико куда он совпадает как только мы ультой и он мы попадаем сразу почему-то порой не на страну мы все-таки у нас добил так давайте посмотрим на нее в экспедиции как у него приблизительно урон будет плюс-минус на битве гильдий так вот у нас база вот плюс сейчас увидите воодушевление ронами вот урон практически в два раза меньше сразу стало то есть под бафами она будет нормально сносить ну и так смотрится я вам скажу неплохо конечно не мега урон но свое дело делает так 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 давайте в королевской и затестим то есть если у вас начальный аккаунт можете смело ее качать от нее помощь будет очень хорошая так создать команду нужно изменить настройки ну сто сорок тысяч суккуба ее хорошенько так сносит 608 тысяч суккубит сейчас он ее зашотит может и нет не успел как видите скорость атаки у нее небольшая поэтому особо там один на один только чисто благодаря разбросу может она еще что-то кому-то сделает атак она больше саппорт то есть она в плане групповом каком-то нападении то же самое битвы гильдий от нее будет очень большая помощь от хил плюс снимает дебафы плюс снимает вражеские бафы с целей то есть плюс очень хороший от нее медленно медленно конечно она бьет но ничего не сделаешь если у вас воодушевление будет это это нормально если без воодушевления то это очень долго она будет ее быстрее заряжать будут конечно если бить ее атаковать атак иногда все таки заряд какой-то энергию чтобы за пять секунд она успевала заряжаться в принципе можно использовать его там на начальных волнах будет вам помогать если у вас нету там опять же того же самого ворожая и прочих героев которые сейчас самые топовые бездонатные она вполне может вам помочь вот ну а так в принципе все такой вот герой не знаю потестирую все-таки в бабском составе на битве гильдий пишите комментарии тестить или нет ставьте лайки подписывайтесь на канал думаю 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 у кого есть лишние кулаки нет смысла конечно не тратить на прокачку 12 скилла но на десятку стоит прокачать будет интересный герой во многих локациях он поможет тем более если вы играете без доната принципе все ждите следующий обзор на следующего героя всем пока и и и и